И рынок современных технологий, гибкий и быстрый, удержать на нем лидерство сегодня можно лишь непрерывно поддерживать интерес и уровень качества, а значит и поддерживать ученых, которые стоят за каждой из разработок. Ведь по классику, страна, которая не кормит свою армию, будет кормить чужую, не кормит своих ученых, будет кормить чужих, то есть закупать необходимое для своей безопасности за рубежом. Ведь одна из версий крушения протонов – недостатки при сборке. В ту же корзину «Черный шар» новые проблемы настройки космодрома «Восточный». Президент потребовал в космосе навести порядок, а главной темой сразу нескольких совещаний на этой неделе стали вопросы выполнения оборонзаказа. Президенту докладывали, как он выполняется, как идет импортозамещение на стратегических направлениях, все ли есть для того, чтобы обеспечить безопасность страны новейшими образцами техники. Мой коллега Кирилл Брайнен слушал доклады и разбирался, насколько в итоге крепка броня и не только у наших танков. После сигнала тревоги боевой расчет на местах уже через считанные секунды. Пусковые установки С-400 выходят на стартовые позиции. В составе батареи еще и ракетно-пушечный комплекс «Панцер-С». Это учебная тренировка, но в реальных боевых условиях все будет именно так. Зенитно-ракетный комплекс С-400 свое громкое название «Триумф» получил совсем не случайно. Достаточно заглянуть в технические характеристики. Там так и сказано. Он предназначен для уничтожения любых современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Другими словами, это значит, он способен уничтожить даже то, чего еще нет на вооружении у вероятного противника. Эти комплексы здесь уже почти два года пришли на смену С-300. Командир батареи Иван Михайлов теперь может сравнить. Разница даже на уровне ощущений просто огромная. Ну, как с отечественной машиной на иномарку. То есть примерно такие же ощущения. С-400 гораздо надежнее, гораздо проще в эксплуатации, ну и более мобильный. Ну и, соответственно, по техническим характеристикам он более совершенный. Почти такие же чувства у тех, кто управляет новейшим гусеничным бронетранспортером «Ракушка». Эта машина проходит войсковые испытания в воздушно-десантной дивизии в Туле. Такую проверку на прочность не устроить ни на одном заводском полигоне. И здесь, говорят, техника ни разу не подвела. Я думаю, эта машина – та машина, которую мы давно ждали. То есть при создании этой машины представители завода учредили все наши пожелания, которые стояли, и задачи, которые мы решаем. И в этой машине воплотили, скажем, все наши мечты. На вооружении и БМД-4 – последнее поколение боевых машин десанта. Их производят здесь, на заводе в Кургане, как и БТР «Ракушка». Техника, которую можно было увидеть на параде 9 мая, вышла из цехов совсем недавно. Впрочем, Красная площадь – это только промежуточный пункт маршрута. Нами изготовлены две партии техники – БМД-4М, партия 12 машин и БТР МДМ, предназначенные для выступления на параде Победы, посвященному 70-летию Победы Великой Отечественной войны. С парада эта техника сразу уходит в войска. Большинство образцов военной техники, которая прошла по Красной площади 9 мая, уже стоит на вооружении. Заводы загружены заказами на несколько лет вперед. Этот темп, по словам президента, должен сохраняться. Совещание с руководством Министерства обороны и предприятий военно-промышленного комплекса Владимир Путин проводил всю неделю. Одна из основных тем – выполнение гособоронзаказа. 17 апреля при проведении мероприятия единого дня приемки военной продукции мы вновь убедились, что эта работа принимает более ритмичный характер, без авралов со сдачей техники в конце года. За четыре месяца текущего года поставлено уже более трети из запланированных самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и зенитно-ракетных комплексов. Активно обновляются бронетанковые вооружения и артиллерийские системы. Войска поступают в современные ракетные комплексы стратегического назначения, надводные корабли и подводные лодки. Завод в Петербурге уже передал флоту две подводные лодки. Еще одна проходит испытание. Всего в серии шесть кораблей проекта «Варшавянка». Недаром лодки данного проекта во всем мире называют «Черная дыра». Основная их характеристика – это малошумность. То есть это скрытно подойти к противнику, нанести точные удары и после этого уйти домой. Скрытность – одно из преимуществ минного тральщика Александр Обухов. Это единственный в мире корабль такого класса, корпус которого полностью состоит из композитных материалов. Технологию отливки корпуса целиком освоили только в России. Таких ноу-хау в отечественной оборонке немало, но должно быть, по словам президента, еще больше. А вот зависимость от поставок из-за рубежа, наоборот, нужно сводить на нет. Важная задача – это планомерная реализация программы импортозамещения. В том числе и с украинских предприятий, из некоторых стран НАТО, из стран Евросоюза. Во всяком случае, с теми, кто по каким-то соображениям, по главным образом политического характера, по своей инициативе сворачивает с нами работу в этой отрасли, себе вовред, кстати говоря. Ну, так мы повысим уровень своих собственных предприятий, повысим уровень их независимости от поставщиков. В конечном итоге, в той области, о которой мы говорим, эта задача импортозамещения правильная. Даже и хорошо, что мы своевременно ее перед собой поставили и начали осуществлять. Вертолет Ка-52 «Аллигатор» как раз таким и задумывался. Ни один из конкурентов не может похвастаться даже близкими характеристиками. Эта уникальная машина сделана в России полностью на последней гайке. Ка-52 – это уникальный вертолет, превосходящий по своим характеристикам любой вертолет такого класса, как в России, так и за рубежом. И интересно то, что абсолютно полное отечественное производство всех деталей. Никаких импортных и так далее. Это закладывалось изначально, как цель, и она достигнута. Импортозамещение в оборонной промышленности, впрочем, только одна из многих задач. Среди них и обновление техники, и запуск в серийное производство последних разработок. Таких, как танк Т-14 «Армата» – единственный в мире танк третьего поколения. Экипаж впервые управляет машиной не из башни, а находится внутри. Уникальная и сама платформа. На базе «Арматы» можно выпускать и самоходные артиллерийские установки, и тяжелые БМП. А легкое гусеничное шасси «Курганец» тоже может стать базой для самых разных бронемашин. Такой модульный принцип позволяет серьезно удешевить производство и ремонт техники. Тактика технических характеристики этой техники, новой, заметно превосходит зарубежные аналогии. И в целом она заслуживает довольно высоких оценок военных специалистов. Нужно в кратчайшие сроки завершить все испытания и переходить к серийному выпуску. Вместе с тем нужно, конечно, использовать и все возможности имеющиеся на вооружении техники. Конвейер «Уралвагонзавода» сейчас загружен производством танков Т-72. Разработка 70-х годов. Но секрет кроется в маркировке «3Б». Это глубокая модернизация, и, как говорят на заводе, по характеристикам машина приближается к Т-90, только гораздо дешевле. И таких примеров немало. Взять хотя бы БМП-3. Их производят уже больше 30 лет, и до сих пор в мире нет боевых машин пехоты с такими возможностями. А новые системы вооружения позволяют оказаться еще на шаг впереди. У нее на вооружении крупнокалиберная пушка 100-мм, зенитная пушка 30-мм скорострельная и три пулемета ПКТ. Также гидромеханическая трансмиссия, то есть механик-водитель уже управляет в полуавтоматическом режиме. Модернизацию проходят и самолеты. Боевые и навигационные системы обновляются постоянно. Если внешне это тот же самый «МИК» или «Сушка», то внутри, говорят летчики, совсем другая машина. Впрочем, как вся современная техника будет летать, ездить и стрелять, конечно, в первую очередь зависит от тех, кто ее управляет. Тяжелый и опасный труд военных государство должно оценить по достоинству. В 2015 году расходы на содержание вооруженных сил были оптимизированы. За счет этого найдены дополнительные ресурсы для материального стимулирования личного состава. В соответствии с финансовыми возможностями государства будем, разумеется, и дальше делать все необходимое, чтобы защитники Родины получали за свою службу достойное вознаграждение. На субботнем совещании говорили и о жилье для военных, и о социальных выплатах. Надежный тыл, как известно, залог успеха в бою. Проверить это утверждение на практике предстоит уже совсем скоро. Ближайшие крупномасштабные учения пройдут летом, а всего до конца года их будет почти два десятка.